Добрый день, глубоко уважаемый президиум, глубоко уважаемые коллеги. Хотелось бы напомнить, что опухоль Клацкина составляет от 50 до 70% всего холангиоцеллярного рака. Относится к числу наиболее тяжело протекающих опухоли гипотомпокриата билярной зоны. Естественно, течение этого заболевания крайне мучительно и скоротечно. Медиана выживаемости даже при условиях билярной декомпрессии составляет примерно 1 год. Напомнить также, что резектабельность этой опухоли крайне невелика, и частота локальных рецидивов даже при условии Р0 резекции составляет до 70%. Отметить также, что отдаленные метастазы у этих пациентов к моменту установления диагноза обнаруживаются нечасто, поэтому такой метод локального воздействия, который обладает селективностью по отношению к опухолю и тканью, как фодоименческая терапия, использование этого метода представляет целесообразным. Эффективность этого метода уже давно наказана. Как и в ранних исследованиях, так и в одном из последних метаанализов семи исследований было продемонстрировано, что выживаемость пациентов, которые получили фодоименческую терапию, в сравнении просто с бильярдной декомпрессией, существенно выше. Кратко, суть метода после введения внутривенного или аппликационного фотосенсибилизатора происходит его селективное накопление опухолевыми клетками. Далее при помощи источников света происходит активация этого фотосенсибилизатора, фотодинамические реакции первого или второго типов, образование активных форм кислорода и повреждение различных клеточных органелл опухолевых клеток при минимальном повреждении здоровых тканей. Отследить динамику изменения опухоли при фодоименческом воздействии можно на примере имплантационного метастаза аденокарциномы на переднюю брюшную стенку. Происходит постепенный некроз опухоли с образованием довольно мягкого рубчика, что очень важно к такой структуре относить, как желчные протоки. При контроле собственных пациентов мы наблюдаем следующие изменения. Это уменьшение внутрипротокового компонента опухоли, уменьшение инфильтративного компонента опухоли, который сопровождается ремоделингом печени, нормализация относительно диаметра желчных протоков, реканализация конфлюенции желчных протоков с условной нормализацией пассажа желчи. И в двух наблюдениях довольно ценных нам удалось избавить пациентов после нерадикальных резекций от холонгиостомических дренажей. Технические процедуры проводятся в условиях рентгеноперационной. Под контролем рентгеноскопии в реальном времени проводится пошаговое облучение, зона поражения красным светом, в импульсном режиме, дозы подбираются индивидуально. В нашей лаборатории совместно с Институтом общей физики и компанией МИД был разработан специальный набор рентгеноперационного инструментария, который состоит из прозрачного катетера с рентгенконтрастной меткой и открытой торцевым концом, а также различных диффузоров различной длины от 2 см и до 6 см максимальной, которые свободно перемещаются по этому катетеру. Использование 6 см диффузора дает нам массу преимуществ, в частности это уменьшение времени воздействия, увеличение площади воздействия, а также при сохраняющейся дозе воздействия мы можем уменьшать мощность воздействия, что влияет существенно на проявление болевого синдрома, который наблюдается в той или иной степени у всех пациентов. Также, используя этот набор, мы можем воздействовать на протоки любой сложности, как после различных резекций печени, так и у пациентов, неоперированных пациентов, сложными анатомическими типами конфлюенции желчных протоков. Вот как раз этот четвертый тип, он накамура. На данный момент в нашем центре выполнено 145 вмешательств. Медиана выживаемости от первого сеанса фотогенетической терапии составляет 16 месяцев и 31 месяц от установления диагноза. Максимально пациент прожил 69 месяцев. Пятилетний актериальный выживаемость составляет чуть менее 20%. Интер- и ранние послеоперационные осложнения мы разделили по степени выраженности. К тяжелым интероперационным осложнениям мы относим боль, которую мы не смогли купировать, консервативно, и которое привело либо к снижению мощности воздействия у семи пациентов, либо к полному прекращению вмешательств. А также был у одного пациента отмечен эпизод брадикардии до 30 ударов в минуту. В двух наблюдениях мы выявили в раннем послеоперационном периоде формирование абсцесса в печени и МПМ желчного пузыря, что потребовало дополнительных интернационных вмешательств. В заключение позволите сказать, что эндобилярная фотодинамическая терапия является уже доказанным эффективным методом палеотивной помощи, который увеличивает продолжительные качества жизни неоперабельных больных, что внутрепротоковая фотодинамическая терапия хорошо переносится пациентами, не требует тяжелого оборудования и может быть воспроизведена в любом рентгенохирургическом отделении. Для обеспечения максимального комфорта и безопасности пациентов требуется дальнейшая разработка методических аспектов. Спасибо за внимание. Спасибо.